миром мира я почему пишу потому что ну это я смелее что ли у нас все записывается выставляется в интернет вы не против нет теперь слушаю вас пожалуйста я уже забыл все свои вопросы вас интересовала торговля в храме у нас как я поясняю подробно мы видели все что делается в церкви ходили когда московскую патриархию у нас не было своей общей натрусской православной зарубежной церкви и мы стояли священники тоже были и думали как вот это прекратить церкви то хождение во время службы то чтобы шатань это не было чтобы люди учились а знали сознательно принимали таинства не было торговли и вот сколько мы не смотрели ничего нельзя сделать единственное и мы знаем что сделать но это не сделать а сделать следующее храм сразу запирать как люди только отмолились на большой замок и больше никого не пускать и начинать занятия проводить в ограде церковной и месяца через два может быть тогда цепочка такая по одному человеку смотреть которые прошли курс знают приняли правильное крещение и тогда церковь будет прорастать ничего нельзя сделать пока мы не образовали свою общину вот теперь все пошло как хотели мы написали устав он был принят в отделе юстиции отослали в сенот все утвердили торговля категорически запрещена согласно такого-то канона в церкви в храме и церковной ограде все а первые христиане собирались по домам вот мы в доме как раз молимся и пол дома отведено под храм все а это уже не распространяется даже это дом частный дом жилой дом у нас не купола ничего нету зачем у нас есть где трапезная ездили все занятия где для детей где для батюшки комнаты мы довольны очень это я выиграл два дома когда из заключения вернулся 11 лет шел суд у меня есть был 11 миллиардов недоминированные когда были и через 11 лет бог так сделал я выиграл процесс администрации города она стала виновна не кгб на них как-то спихнули и нечем рассчитывается это бог сделал задал такого судебного исполнителя который пришел и сказал арестованы все счета ник один учитель никто не получит денег пока слабкиным не рассчитаетесь ну и дальше тоже мэр города тут собирались прокурор края и все ко мне расположены ну и тогда повезли меня комитет по имуществу городского и привезли вот где мы находимся на ползунова 6 вот это здание посмотрели а когда спрашивали сколько молились на мои дома там 20 квадратов а железнодорожные тоже там виновные изымали через на дороге железнодорожную исполком администрации то и этот начальник то петров юрий михайлов спрашивает но вот какую вам вот сколько как у меня говорит вот а вот а с прихожей то там у него с прихожей вместе то я не знаю ну 70 может быть квадратов у я говорю это конечно хватит я никогда не лукаю могу поломаться я и как и тогда все это вышли на на круг стали искать где и мне два места предложили один бывший краеву кровей суд рядом прям рядом а здесь была станция свод спасение на водах и один прямо напротив тюрьмы вот это же не придумаешь сгорел магазин и там дать а там на гору лезьте как-то и ну я здесь посмотрел мне нужно два условия недалеко от остановки и чтобы сухое все было вот мне дали здесь прям рядом вот центральный район а я вот во дворе двудомик стоит это все это тоже туда входит вот я сейчас сижу и в общей сложности 226 квадратных метров то есть ничего не не думал тут ель прекрасная береза стоит а виноград посадить наши посадили это все было сделано бы гнеша тут сарае понастроили склады и внутри там где-то прорезали отдельный алтарь мы уже не раз показывали когда служба идет вот и все у нас в уставе написано церковный устав свечки чисто восковые ни единого грамма чтобы не было примеси не парапина ничего естественное и догорает до конца помигала погасло и все у нас агарков нету вот сейчас 17 декабря вот сегодня уже второе сейчас ровно через полмесяца мы отметим 20-летие пребывания на этом месте ни одной свечки не было продано а на пасеке покупает воск свои чистые сестры и льют приносят кладут а батюшка или кто-то назначенный поставит и все у нас с вещами не прикасаются с тарелкой не ходят мы запретили за таинство не берется ни копейки заранее обговорили записали если священник хоть раз возьмет деньги за таинство нам крещение от увеличения мы сразу с ним расстанемся как с прокаженным а почему вели святую десятину и святая десятина божественная она покрывает все сейчас нам нужно дрова мы привезли батюшка рассчитывается уголь нужно привозить это дорого батюшка рассчитывается крышу перекрытую железом шифер убрали наняли что батюшка рассчитывается помогать где-то нужно было сгорел храм на у батюшкиного друга там священника белоруссии пожалуйста все собрали у нас всегда собираются одни пенсионерки то на совсем мало там полсотни и всегда шестизначная цифра узнали тут перевод библии делается на русский язык рядом горный алтай там и приезжал директор в библейское сибирское общество и мы собирали два раза кажется вот так то есть все стало на место все до одного крещеные полное погружение все выполняются каноны до единого согрешил там чем-то человек один бороду себе там подправить пока борода не отросла соглашенными пьяный был такой запой вышел то все два года стоит за пределами а уйдет а это уже его вопрос ни одного канона чтобы не было нарушено к нам приезжают архимандриты бывают и епископы ну у себя все все нравится но ни один еще нигде не смог выполнить а почему потому что на самое простое изменение то есть возвращение к истокам бросаются свои саро эти соратники и священники буквально душат насмерть все это придумали десятину да это ветхом завете просто доказать ветхом завете солнце земля были бог то в соучастники должен быть взят на таус говорит и он требует не девять десяти на только одно так это его не нами заработанное он ее приложил к нашему труду как соучастник дал землю ну вот мы в аренду даем машину нам заплатит да бог в аренду дал нам землю воздух солнце тело тело это аренда тоже я бы не делал не не украшал глаза не делал тут все понятно и ветхом завете я был должен богу за свое существование я дивно устроен 138 псалом и в новом и никто не отменял но апостолы ее нигде не устанавливали почему это и так понятно было как жизнь как дыхание в новом завете нигде не сказано что не можешь брать родную сестру жизнь с матерью ложится как женщины и этого нету ну все это осталось целое почему вдруг вы решили что бороду надо убирать никто не ответит то есть дурь дурь от самого себя говорит надо смотреть что говорит нам писание и мы это все внесли в устав на с тарелкой по храму не ходят ни разу запрещено висеть ящик на церковные нужды как кто надо положит проходит какое-то время толкает горит а мне хоть деньги не влазит но мелкие их много набирается ящик там ну может быть 20 сантиметров больше и все вот там сестра назначена отдельно назначен финансиста у нас денег нету отчеты дают за 20 лет мы не рубля государства не очислили а у нас нету добровольное пожертвование это в карман где-то собрали где-то на украину от собрали несколько машин там увезли в донецк ну там где не хорошая обстановка то такая все можно сделать когда говорят ничего нельзя сделать у меня ответ один а еще ничего не начинали а начни получится получится я и в жизни своей многого не знал и не умел и никогда не скрывал я родился в деревне школе от иностранного языка не было не было его вообще не было ну для аттестата поставили тройку а потом самостоятельно вдруг внезапно кто-то меня упрекнул и как бы упрекнул даже почему же не знаете ни одного языка я сразу пошел искать учебники за шесть месяцев я вышел на разговор по немецком даже английский французский испанским заняться я и не знаю что во мне есть возможность заучить я знал у меня математика пиздика там пятерки политика это пятерки всегда были изучал экономику а это нет и бог сделал я верю в это если бы люди все обращались к богу было бы по-другому у меня такой неуклюжий здоровый высокий пацаненок ну прямо и отец у него высокий дьякона сын однажды без фуражки то вышел у нас за это нельзя за стан выходить так диаграда то без фуражки обязательно убор для памяти но я его и наказал давай сюда пуражку и взял на гвоздь повесил столбушок такой ну сантиметров может быть 20 в диаметре ему идти войти нельзя агроты сам и доставай показал как ногами обвивать как что он достал ее сел и заплакал я говорю саша что ты плачешь то я и не знал что я лазить умею вот и все надо разбить человека сейчас вчера мы смотрели если будет время посмотрите один фильм вышел звездочки на земле называется звездочки на земле индийский фильм два часа с лишним пацаненок какой был но всеми отвергался он не понимал его били и нах нашелся учитель который стал исследовать смотреть почему у него все перевернуто этого ребенка то и он оказался победителем в одном конкурсе уже учить надо учить они так народ темный как экономцев там сказал комиссия была помироточим и иконам они сделали вывод что не чертили над нами смеются то от патриархии комиссия большая была назначена но они сказали не чистая сила и вот в храме мы это все установили ровно за семь минут дается звонок какой звонок света выключили где сидят люди и сразу выключается и все заходят стоять семь минут не креститься ничего стоять молча никому не мешать углубиться молитву чтобы богослужение было поистине что в священии кажется огненное служение было за неделю что было поблагодарить за все вот видите 7 минут зайти до начала допустим на службу с 4 это не получится еще никто нигде этого не мог сделать а попытки были а вы бы сделали конечно нет это бог делают я ничего не могу мне нет ни образования ничего я самостоятельно горы литературы перемолотил тонны и меня душу никто не корежил не в семинаре не в академии вот когда зайдет человек нам храм смотрит все по форме одеты даже маленький ребенок чисто русская форма с поводником два платка как вы видели как у нас люди одеты на храм заходят там одеты и крашены и у нас нет этого вообще запрещено это категорически даже деревне курить на территории деревни запрещается 26 лет и никто не закурил приезжают люди говорит здесь курить нельзя друг друга предупреждают да люди безбожно ничего не сделать написано у нас чтобы нигде не было музыки это безбожной один приехал тут помогал ну даже маленькая ну сын нашего двоюродного племянника и включит музыка такая дребедень там вся идет ему сказали что мне указывать они помогают со старостой вошли в пай там по машинам по озерну и сказали его отцу а отец мой крестник главный агроном корченского совхоза он сразу все навел порядок больше этот алёшка ни разу не включал один день собаки не дожди зря лаять только обнаружить кого и все удивляются приезжают а почему собаки не лаят так вы во двор не заходите во всей деревне во всей деревне ни одна скотина не болтается в устав все внесли никто не берет нигде под займы у нас не положено в деревне там ипотека или что-то взять с процентами там накрутка будет нет надо значит свои обговори я давал даже в долг хотя и денег нет и но закупил там цементу шиферу а инфляция ну ты взял 100 шиферин 100 я отдашь мне не касается инфляция ну то есть все можно обдумать и делать с благословением от господа вот мы сегодня смотрели хор мальчиков еврейских если вы не видели зарядить а потом там еще один много их 114 детишек хор мальчиков еврейских как они поют как он сидит занимается я батюшка сейчас пришел и мы все фильмы эти показал бы там посещаем а четыре с половиной миллиона пять миллионов ну в любом вопросе надо решать так не положено продавать у нас не продают батюшка надо какую-то это бризы в москве купит соприн или где-то я не знаю где он бывает или здесь пойдет в собор там у них но тут уже с наценками они привозят но это понятно вот и все ответ должен быть такой чтобы не нарушить не закон не слово божие нигде никак и совесть чтобы твоя тебя не мучила кое без чего можно остаться а вы не покупаете в церкви нет я в ограде это найду это пошлют я вообще не в ничего не нуждаюсь я вообще магазина не хожу не хожу магазин а ну может быть лет тридцать не зачем у меня рубашка там заплатах жена горит уже 30 лет и носишь 30 лет и сам защинил и дорогу от ездили вместе у меня с собой нитки не у кого что я люблю шитьем заниматься интересно и весело и мы молимся господи научи нас жить в бедности никому не завидуя никому не завидуя никогда и не сожалевая что я бедный а устно говорю нужно научиться в бедности жить красиво и интересно и безгрешно вот люди знают у меня минимальная пенсия мне государство не давало работать ну 6523 рубля сейчас вроде там добавили а я только за два года в потеряевке вложил больше миллиона в землю закопал дороги пруды откуда я не знаю откуда я прихожу на карточки лежат вот у меня телефон вот такой купил один вот такой но меньше кажется и нету проходит у поехал летом там 100 рублей лежала оттуда выезжает семь с половиной тысяч кто посылает не знаю сразу задаю кому многодетном электроне снимает обнулят почти что и опять за год два раза по семь с половиной тысяч все на кто-то опять брякнул не прошу не знаю притом адреса нету просто люди скидывают на карточку и все на телефон здесь на телефон почему доверие богу у меня есть опыт что бог никогда не пренебрежет человеком если просит он него грех я опыт имеют поехали когда вы за границу то до лиссабона дошли прибалтику знаете скандинавию опыта никакого нуль как в дороге как питаться где сохраняться такой огромный груз взять с собой примерно четыре с половиной тонны книг это надо где-то ставку сделать туда контейнер застать оттуда каждую неделю и бог все устроил теперь у нас опыт мы прошли 120 тысяч километров три раза вокруг земного шара по экватору но теперь мы можем подсказать притом нигде ни разу нас не задержали кроме в турции были русская мафия нас захватила сутки на нас молотили а мы только стояли на верхотуре и молились и молились и бог повернул и полицию начальство все в нашу сторону и они видят как молимся один проходит и говорит этих нам не взять этих нам не взять почему длань божия мы в одном месте остановились ищи не вышли то у них там ночью какой-то сабанту и молодые люди приходят уходят и я собаку только привязал под гляжу один подошел с ружьем на собаку я его вырвал едва и нас не тронули мы уехали не тронули нигде никак не мусульманские не в не в турции 6 мусульманских республик как на крыльях прошли но 600 городов посетить и все это не два везде установить связи выступить перед людьми дать получить документы 38 книг каждая это все дарил я не для себя трудился 50 лет копил сюда а потом 9 лет не вылазил из-за компьютера и программистов бог дал и я могу только аллилуйя петь не моего ничего нету даже дошли сейчас показывали горит у путина и библиотеки стоят мои книги библиотеки там новые заветы игру может ошибиться нет говорит ваши книги они не их не спутаешь ни с чем вот и все там передал книги в королевскую библиотеку в дании в англии в великобритании а уж где там дошло но брали когда сразу сказали это настолько в королевскую библиотеку книги пойдут и мне от гордость гордоне этого не знаю мне некогда думать об этой дури мы все время работаем сейчас привезли дрова 20 кубометров пока мы сложили их а сегодня уже суббота его сижу отвечаю отвечаю сколько людей новые новые люди приходят да желает приехать вот одна она казашка и было у свидетелей уговы но свидетели сторожовой башни правильно их назвать и она вот приехать в гости вот мы ее встречаем на 17 17 у нас будет это отметка что дом 20 лет тут мы молимся ну разрешили приехать рахиль так она отец духовный отец духовный вот поехал к мусульманам и там тоже отец наш до того люди даже не верят и кто жена мулы в доме и она по-другому не называет как учитель приехал отец мой приехал а у меня ничего нету страшно же там тем более едем у костра я такой обгорелый там бог делает так а были ли враги преследовали ну в интернете были а и бог развеял никого сейчас нету как будто никогда не было их предупреждал отстаньте от меня потому что меня охраняет господь не прикасайтесь помазанное моим господь говорит не прикасайтесь они еще больше ярились студии все бог развеял как будто их никогда и не было счет с ними не знаю вот нападали когда здесь три статьи написал один против меня ну осенью приехал я потребовал так называемость сатисфакции удовлетворения обиды чтобы они напечатали а там московский комсомолец на алтае это массовая газета проходит совсем немного времени нашли это зарезанный из подвале лежит мне же это делал сам ульсов александр который выступал там снял фильм-то приезжал повернулся с работы выгнали профессор который был в подъезде оставили ножами изрезали всю задницу прокололи ему мне говорят только прокуратура краевая это что-то с людьми делается кто против был я ничего не делал я только молюсь и плачу о них я предупреждал их не трожьте меня я не принадлежу себе я для бога стараюсь это зачем бы я сидел карпел 300 тысяч часов провел за компьютером я русский для русского человека может быть счета и полезное сделаю для в америке был мне не понравилось нигде во всех странах проехала нигде мне нравится дома люди бегут куда-то я считаю изменники страна нуждается в добрых людях не в пьяницах нет куда-то там в америку то еще там их прижимают будь здоров не построиться ничего не дают вчера мы ролик записали один с австралии николай тут все рассказывал я говорю у нас какой хочешь были бы деньги потеряете заклады хоть пятиэтажный хоть к фундамент долби на 10 метров в землю в землю какие понцы туда этажи делай вот так иван у меня утром один раз я хотел проспать а вот один не получается по пятки удар такой сильный от этого просыпаюсь я чувствую это что мы у нас тут беседа выставлена с одним леонид звать из америки пятидесят их третьем колене я говорю сплю и вижу вас никогда не слышал не знаю ему голос говорит найди его и он вышел и такие уже книги выписал и все вот удивительно это господь делает так это все вот у меня юрий соболя он преподаватель в красноярске красноярске в университете о таком государственном и в академии государственной и ведет занятия при епархии начинаю говорится не отсталый и он говорит идем когда женой что-то говорю вот еще дальше надо как-то не знаю только включил именно с этого момента вы следующее предложение говорите для меня это не раз не два все время как это может быть я говорю я вообще не знаю и не слышал этого это бог делает так смотрю какой материал да ладно столько проповедей она считал златоуса там взял кнул а их никуда не мало а 1200 7 262 до моих проповедей три тысячи сто это вообще тут огромный материал сейчас меня одна пишет я это собираю про никиту то почему-то нету а я сейчас выбираю ролики про никиту и уже набрал около шести я все ваши ролики там за три месяца просмотрел а сейчас напишу это невозможно у меня ролики есть собрание все всегда полтора часа занятия полтора часа и восемь тысяч восемьсот роликов но где-то их посмотришь ты маленько кинь много или мало у его осипова он больше всех выступать 1300 1300 и восемь тысяч на понимаешь что это цифра подругая совсем допустим павточок у него не встречи нет ни работы нигде он сидит там философствует и другой раз такую голематью гонит но я не встреваю нигде святых отцов переворачивает кверх ногами он видимо не верующий или что а может масон 80 лет с лишним бритый в галстуке масонском хотя ему отсылал материалы к истину православия все одобрил а тогда были они по темам газетки и издавал вкладыши в университетской газете надо жить как я называю азартно на накале вот я ложусь вечером едва-едва до кровати доползти вот едва-едва давайте ребята молись а то уже не помолюсь споткнусь и упал как сестра смотрела я засыпаю это самое больше 40 секунд все полностью отошел а среди ночи вот я встаю вот сегодня было 15 минут второго все и больше днем никогда не ложится почему мне надо разобрать почту успеть а в 4 40 уже все поднимается начинаем молиться это ну меня не не 20 лет 78 я даже не это как будто о ком-то другом говорю сейчас с голубями тут возился с надо лезть и туда покормил воробьев сносить собак людям ответить вот вы заказали икону и я теперь сейчас володя уже пошел надо было позвонить я не звоню никогда никому но только нужна какая-то но вот он бряхнул и он взял телефон так вы за чужой счет нет он если за меня позвонил я потом накапливается до 100 рублей я ему тогда я скину мне не надо за чужой счет мне нужно следить за чужим роликам не лажут так что еще не надо чтобы не было потому что ну лично такое чтобы не хотите чтобы опубликовано было потому что это все будет выставлено говорите я что за язык не тяну а еще это значение писала за чего я просто думал а ну а смогли бы вы меня принять просят на практику на неделю там как пожить где в городе или в деревне а в деревне не хотели бы летом приехать я бы вас взял вы мне понравились первого раза ну я вообще слабый но вы без лукавства я же людей то вижу как это вы не лукавый так если вы на лето то летом бы были вместе работали за тут только сидеть еще сидеть я занимаюсь а вы будете где-то в стороне давайте я 10 июня еду в деревню вот с этого момента я вам маршрутку скину все вы полное погружение крещены нет нет наверно нет потому что я помню меня в 10 лет крестили все тогда мы вам скинем и вы к крещению подготовить я все скину вам вы найдете как как заниматься надо смотреть на наших беседах присутствовать воскресенье когда собрание идет у нас материал огромный тем более на сайте там все сейчас я выставлять начал златоуста архипелаг гулаг и библию и мне тут нашлись помощники сами из интернета пришли даже не просил ничего и сейчас это аудио выставляет в виде видео отдельными роликами а это не два не три только архипелаг это 76 роликов будет архипелаг гулаг библия будете сейчас не знаю сколько но думаю может быть 180 будет роликов и златоуста 1262 роликов они мной насчитанные тогда было туда берут обрабатывают и делают такими а потом не скидывать я беру и выставляю я сам закачиваю их а остальное это вот он здесь сейчас в городе уши в последние ролики посмотрите как он на неделе приехал как работаем здесь с дровами внимательно новые ролики смотрите все ресурсы наши есть форму все но видео канал он открытый у нас слабенькая такая аппаратура ну записываем так что еще у вас все ждем от вас ответа если благополучно будет я сумею курьера послать иконы будет не будет мистера пошлем потому что мы не будем все храмы проверять ходить у нас и время я вам скину материал прям сейчас здесь посмотрите давайте только хранить и какие материалы даю все телефоны все себе перепишите куда-то так у вас сильный свет вас поразмала размытый такой надо как-то закрывать окна но все пока с богом давайте отпущайтесь